Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Болтком, с вами в эфире Константин Рангс. К сожалению, сегодня из-за болезни нет моего собеседника Олега Пики, мы желаем ему здоровья, он выходит тоже, как и я, дистанционно. Но сейчас, сегодня придется, так сказать, рассказывать мне одному. И говорить мы будем о вопросе, который касается непосредственно всех рижан. Ведь сколько раз мы упоминали про всевозможные проблемы нашего города, связанные с изменением климата, с основанием, с грунтами, на которых город стоит. Мы это понимаем, потому что приходят регулярно новости о каких-то новых размывах, о каких-то затоплениях улиц. То есть, это вещь для нас привычная и понятная. Но всегда возникает вопрос, что если так много говорится о том, что что-то нужно делать, возникает вопрос, а что же нужно делать в самом деле. Ну и ответ, естественно, лучше брать на конкретном примере, а не уходить во всевозможные теоретизирования. Я посмотрел, какой можно взять ответ, о чем можно поговорить, что действительно нужно делать в Риге, в этой области. И пример нашелся очень легко. Риге – это Санкт-Петербург, город, который находится тоже практически в дельте реки, хотя на самом деле это никакая не дельта, это отдельная тема, но он находится на берегу моря. Санкт-Петербург – это город, который, можно сказать, стоит на болоте, это мы тоже знаем, в принципе, как и Рига в значительной части. Это город, который находится от нас относительно недалеко, каких-то там неполных 700 километров. То есть мы находимся на берегу одного и того же моря, у нас одинаковый климат, по сути дела. Он очень удобен для сравнения. Так вот, что интересно. В 2009 году в Санкт-Петербурге вместе с финскими учеными, я особенно делаю на этом упор, потому что это исследование проводилось финскими учеными, вместе с российскими учеными из Санкт-Петербурга, решили выяснить, какие же риски существуют для этого замечательного города. Это очень важный момент, что это было сотрудничество равноправное и россиян, и финнов, представляющих науку Европейского Союза. И вот вместе они стали исследовать город Санкт-Петербург. И рассматривая Санкт-Петербург как пример, отчет был опубликован в открытом доступе в 2014 году. Любой может зайти, прочитать его. Он, естественно, есть и в том числе и на русском языке. И вот там, конечно, он очень сложный в плане технических терминов, но мы сейчас с ним разберемся. Итак, что же в Петербурге считают очень важным для понимания судьбы города и определения мест, которых можно назвать рискованными для дальнейшего развития города? Согласитесь, что-то строить там, где через некоторое время будет плескаться море, но совершенно нет никакого резона. Инвестиции, говоря современным деловым языком, просто не отобьются. Так вот, один из первых моментов – это нужно четко себе представлять, на какой глубине находится надежное основание. В Петербурге это так называемые моренные отложения. Глина с вкраплениями, так скажем, камней, песка, гальки самого разного размера. То, что осталось от последнего ледника. Она твердая и залегает на разных глубинах. Например, в частности, от двух метров до где-то двадцати метров. Бывает и глубже. То есть, что это означает? Это означает, что, в принципе, в Петербурге очень много мест, где, например, маленький дом построить, ну, сравнительно невысокий, у вас будет проблема в том, что ваш дом может перекоситься, потому что стоит на слабых грунтах. Но если вы соберетесь строить здание большое, высокое, вам придется уходить с фундаментом глубже. И вы очень скоро дойдете до грунтов твердых. И ваше здание будет стоять не на болотистой вот этой вот почве, которая трясется, а будет стоять на надежном основании. В принципе, нужно сказать, что под этими глинами, там еще и скибрийские глины, вообще начинается вот этот самый гранитный щит. И в Петербурге можно построить небоскреб, который будет стоять на гранитном основании. Ну, у нас до гранитного основания гораздо глубже, чем в Петербурге, но у нас тоже есть более твердые породы, это известняки, гипсы, но, к сожалению, эти известняки и гипсы подвержены так называемому карстообразованию, то есть размыванию с образованием полости. То есть, в принципе, нужно исследовать, это в значительной мере сделано уже, глубину залегания надежного основания. Второе. Как ни странно, но наши финские соседи, говоря с петербуржцами, поставили на второй пункт, но тут уже дело такое, образование биогазов. Вот, казалось бы, да, мы знаем, что когда что-то гниет в болоте, или, прошу прощения, на свалке, или в мусорнике, или там, где сточные воды, там образуется биогаз. И самый опасный газ в этом смысле – это метан. Метан – это тот же самый газ, который мы сжигаем в наших газовых плитах. Он сам по себе не имеет запаха. Это то, что когда он воняет у нас в газопроводке, это потому, что в него добавляют специальные вонючие тоже газы, меркоптаны. Вот они добавляются специально, чтобы мы своим носом чувствовали, что-то тут происходит не то, откуда-то газ идёт. Но в природе метан абсолютно без запаха. Другое дело, что он довольно лёгкий и поднимается в атмосфере. Но если этот метан будет концентрироваться в подвале здания, то есть в подвале здания не будет надлежащей вентиляции, то, может, количество метана достигнет взрывоопасной величины, о чём и пишут исследователи. Они особо отмечают о том, что в Петербурге есть районы, есть места, где нужно особое внимание уделять образованию этого самого метана. И если в зданиях предусматривать соответствующую вентиляцию. То есть это тоже работа, которую нужно произвести в городе, таким, как наши города. Большое значение имеют также вот эти вот упомянутые карстовые процессы. Но для Петербурга хорошо. В Петербурге карстовая проблема относится только к самым южным новым районам. Там, где вот ближе к Пулковским высотам, если кто знает Петербург. Там, да. В остальных местах карста никакого быть не может, поскольку нету известковых гипсовых отложений. Поэтому у них эта проблема не стоит. А вот у нас этот вопрос должен рассматриваться одним из самых первых. И надо сказать, что вот я помню как геолог, что в свое время об этом было много статей. И этот вопрос действительно очень серьезно обсуждался. Еще один важный момент, который нам нужно учитывать, это так называемая неотектоническая активность. Нам, в общем-то, только кажется, что мы стоим на какой-то тверде. На самом деле, Земля под нами продолжает жить своей жизнью. Через Ригу проходит очень мощный региональный разлом, который уходит где-то в Балтике, проходит через Лепую, Ригу, Юрмуну, Ригу, Валмиру, и уходит в Пскову. Он так и называется вообще, Лебаво-Псковский разлом. Проходит он, естественно, вот такому диагональному расположению. Но если бы он был бы один, во-первых, есть параллельные супразломы, а с другой стороны, есть и поперечки. И вот самое интересное, что как раз определенного рода шевеление всё время происходит. А это шевеление приводит к чему? Оно приводит к тому, что лопаются прочные вот эти известковые породы, которые подстилаются под нами, и по ним начинают активно двигаться флюиды, то есть вода. И начинает их размывать. Вот тут всё же имосвязано, одно связано с другим. То есть тектоника глубинных, глубин земли приводит к тому, что известники и гипсы трескаются, при нем начинает двигаться вода, вода размывает и создаёт карстовые полости. В эти карстовые полости ссыпается находящийся сверх песочек, и потом мы имеем большие или малые провалы. В общем, всё идёт своим путём, и, в принципе, вот это нужно тоже исследовать. Хочу, кстати, заметить, что вот в институте в НИИ Маргел, где я работал больше 30 лет назад, проводились, были специалисты, которые исследовали сейсмические, так скажем, сейсмические явления, и отмечались их проявления, в том числе и у нас. То есть, конечно, у нас сильных землетрясений нет, и, судя по всему, и быть не может, но, например, отголоски чужих больших землетрясений вполне могут быть. И, мало того, могут быть местные и локальные, вот слабые толчки. Но об этом что это означает? Это означает, что процессы внутри, под нашим городом, они всё равно будут происходить. И сейсмика, она связана таким вот образом с всевозможными гидрогеологическими явлениями. А гидрогеология связана с инженерной геологией, то есть, с исследованием несущей способности вот этой самой земли, на которой всё у нас благополучно. И стоят и дороги, и здания. Отдельный вопрос, который считают нужным рассматривать финские исследователи, вот они это делали в Петербурге, это радоновая опасность. Известно, что из недр Земли выделяется газ-радон, газ радиоактивный, и, мало того, он радиоактивный, а не радиоактивный. То есть, это большая проблема в том, что широко распространённые дешёвые гамма-датчики на неё не реагируют практически. Нужны специальные приборы. Радон, он, конечно, у нас выделяется в меньшей степени, чем, например, в той же самой Финляндии. В Финляндии радоновая опасность, она реально, весьма реальна. И поэтому в финских домах существует принудительная вентиляция в зданиях. Они включаются по часам, эти вентиляции, которые устанавливаются даже в многоквартирных домах на крыше или на чердаке, и устраивают такое сквозняки, хотя это даже не сквозняк, это просто замена воздуха для того, чтобы не возникало вот этих самых избытков радона. Надо заметить, что, опять-таки, латвийские исследователи изучали радон, и, в принципе, сейчас тоже существуют карты, и более-менее хорошее представление есть, где имеется эта самая радоновая опасность. Ну, какая беда нас, так скажем, миновала, это проблема оползней. Поскольку наша территория, что в Петербурге, что здесь, в Риге, ее можно сравнить с блином, то, собственно говоря, и с оползнями тут тоже большой проблемы нет. Ну, хотя бы уже это. А вот, например, береговое образие, разрушение джинрика под воздействием морских волн, течений, льда, это проблема, которая может быть, и она будет, она есть, и она будет, так скажем, становиться все более и более актуальной по мере роста уровня моря. Уровень моря и так растет. Это, да, это меньше сантиметра в год. Разговор идет сейчас о 5 миллиметрах в год. Но, во-первых, скорость увеличивается, это факт. А, во-вторых, нужно отметить, что для таких пологих берегов, как наши, даже небольшой подъем уровня моря резко меняет, так скажем, характер размывания. И вот, например, для Юрмала опасность то, что будет съедаться пляж. Это, кстати, часто бывает. Для Риги пока что вроде бы нет проблемы, но дело все в том, что когда начинают меняться характеристики движения осадков, может возникнуть такая штука, как бар в устье. А это означает, что при совпадении шторма и сильных осадков, что вполне естественно, может начаться разлив поверхностных вод. То же самое, например, происходит и в Петербурге. Это отдельный раздел затопления поверхностных вод. Вот тут я сразу хочу сказать, что в Латвии, в Риге, именно проводилось исследование, оценка мест, которые могут, что называется, и без всякого глобального потепления испытывать большие проблемы. И они испытывали эти проблемы в случае наводнений. Особенно ярко это проявилось в 1967 году, когда, как говорят, был идеальный шторм, и были действительно большие наводнения. И тогда, кстати, срезала дюны в Юрмале. Многие это помнят. Можно найти архивные фотографии, довольно-таки устрашающие. Но вот что важно. Важно то, что с повышением, даже небольшим повышением уровня моря, площадь вот этих территорий, где будет затопление поверхностными водами, оно будет увеличиваться. Исследования есть. Сейчас латвийские исследования, которые показывают, в каких районах это может быть. Естественно, самых прибрежных, самых низких. Но очевидно, что такое исследование нужно проводить не только по факту того, что есть, но и с расчетом на то, что будет. Ведь если вы собираетесь строить какое-то сооружение, ну, например, как дом, который существует, и как бы планируется, что он будет жить, ну, например, где-то сто лет, то вы должны представить себя, что это будет хотя бы через 50 лет. Не потеряет ли ваша собственность какую-либо ценность? Кому нужны эти дома, затопленные водой? Поэтому этот вопрос очень серьезный. Ну и, наконец, вопрос есть еще очень такой деликатный. Это подтопление грунтовыми водами. Ведь если повышается уровень моря, в данном случае, то будет повышаться и уровень грунтовых вод. А это затопление подвалов. Очень опасная вещь. Это разрушение оснований, падение прочностных свойств песка, на котором стоят подавляющее большинство наших домов. А это уже их разрушение. Хотя не мгновенно будут появляться сначала трещинки, то все, пятое-десятое, но возникает это очень серьезный вопрос. А что же тогда делать дальше? Ну вот основные, дальше в детали вдаваться не будем, но основные вещи, которые, в принципе, нужно мониторить в городе и получить определенную совершенно картину, что происходит с нашим городом сегодня, что будет происходить в течение ближайших 10, 15, 20 лет. Вот, например, сейчас очень много в Европе разговоров о том, как мы сократим выбросы углекислого газа в 30-м году и что будет в 50-м. Вроде так, 50-е далеко, но до 50-го года всего 30 лет. Всего 30 лет, даже меньше. 29. И вот за это время, но с другой стороны, для природных, так скажем, процессов, которые развиваются быстро, климатические процессы сейчас, это довольно большой срок. И поэтому нужно понять, куда мы идем. Мы можем понастроить много всего интересного. Где-нибудь построить на берегу реки концертный зал, который вдруг через 20 лет выяснится, что он реально сейчас будет трескаться и ползать в реку, потому что поднимается естественный стандартный уровень воды в реке из-за подъема уровня моря. Есть очень много серьезных вопросов. Мне кажется, что сейчас очень важно думать о том, чтобы во время ливня не затапливались наши улицы. Ведь это же ненормально, когда висят объявления о том, что осторожно во время дождя, здесь высокий уровень воды. Потому что на самом деле улицы должны и дороги быть спроектированы таким образом, чтобы во всяком случае во время дождя они не затапливались. Это говорит еще о том, что нам нужно думать о том, какая должна быть ливневая канализация. Канализация, которая существует сейчас, она проектировалась в расчете на постоянные, длительные, но мелкие дожди. Вот этот вот традиционный дождь, который идет нескончаемо, но этот нескончаемый дождь дает маленькие дебиты воды, маленький расход. У нас же сейчас, и с климатом мы это уже видим, все начинает уходить в какую-то тропическую форму. У нас долго нет вообще никакого дождя, потом рушится стена воды в течение короткого времени. Этой воде некуда деться. Эта ливневая старая канализация не в состоянии пропустить эту воду. И эта вода, она будет и размывать дороги, уходить под полотно дорог, и она будет уходить в подвалы. И это тоже очень опасно, потому что из подвала она тоже будет делать какие-то свои промойны. Поэтому считается, что мы действительно должны обращать очень большое внимание, обращать внимание наших избранников, которых мы выбираем, это в первую очередь городские власти, о том, что мы должны знать о том, в каких условиях мы живем. По счастью, у нас есть еще архивные материалы, у нас есть еще специалисты. Их можно пригласить, например, из той же Финляндии. И исследовать ситуацию, и открыть нам, по большому счету, глаза, какие у нас перспективы, куда нам стоит развиваться, как нам стоит развиваться. Потому что в противном случае мы будем двигаться непонятно куда. Да, мы построим много хороших, красивых велосипедных дорожек. Но ведь если есть, так скажем, нормальные условия в городе пользоваться этими дорожками, мы должны быть уверены, что условия есть, а если нет, мы должны думать, как эту всю ситуацию можно развернуть к нашей пользе. Вот примерно об этом хотелось бы сегодня поговорить, поскольку как раз тут уже были очередные размывы, ливни. Впереди они тоже нас ждут, как говорят специалисты. Лето это будет таким весьма, так скажем, энергичным, как и минувшая зима. Будут и периоды жары, и будут периоды, будут очень сильные ливни. К этому нужно готовиться и учитывать, что погода нам еще может принести очень много всевозможных сюрпризов. Вот, пожалуй, на этом сегодня и хотелось бы закончить. Пожелать вам всего самого лучшего, хороших выходных, всего доброго и до следующей пятницы. До свидания.